В течение прошлого года поступило очень много жалко страны, граждан на работу общественного транспорта. Не выдерживаются интервалы движения, схемы движения, вечерние маршруты отсутствовали. Причиной тому является нехватка автобусов до большого износа автопарка или частого выхода из строя. Плюс ко всему имеется кадровая. Проблем не хватает водителей, несмотря на достойные уровни заработной платы более 48 тысяч рублей. Для решения этой проблемы перевозчикам принимаются возможные меры. Включен договор с автошколой для облучения и переобучения водителей с последующим трудоустройством. Разработано фиксированное расписание на полный день. Производится заполнение маршрутов единицами техники согласно графику. Движение пассажирства по автобусному транспорту отверживается диспетчерами. На особом контроле автобусные маршруты 9 и 9А расторгаем договор с товарищем и через 3 месяца будет объявлен аукцион для привлечения новых перевозчиков в эту маршруту. Сергей Евгеньевич тоже обозначил проблемы, хотя это наследие, наверное, от прошлого. Главы, вот эта система транспорта, которая досталась, эти товарищи, так называемые, провалился этот эксперимент. И Сергей Евгеньевич сказал, что там два маршрута, 9, 9А, еще 22-й. Там не выходит сейчас вообще ни один маршрут, ни одной единицы техники на этом маршруте сейчас нет. Мне кажется, что этот эксперимент с товарищами надо прекращать. И какую-то другую программу, либо заводить крупного игрока какого-то на рынок. Но что-то надо менять, потому что очень много жалоб на транспорт. Что касается в целом автранспортных перевозок, здесь проблема, она на самом деле очень глубокая. И на самом деле это было связано, в первую очередь, на мой взгляд, с недофинансированием этой отрасли. И в частности, если вы знаете, мы только в этом году начали принимать ряд решений, которые позволяют за льготные категории граждан гасить в большем объеме. Пока еще не в полном объеме, а задача стоит, что в полном объеме, за поездки льготных категорий граждан. Более того, моя задача заключается в том, чтобы довести эту оплату до 100%, для того, чтобы наши перевозчики боролись за льготников. На сегодняшний момент пока не только некоторые отказываются от их перевозки. Мне нужно, чтобы они за них боролись и, собственно говоря, увеличивать количество этих маршрутов, которые будут перевозить льготные категории граждан. С учетом этого, я думаю, что должно измениться в целом и состояние общественного транспорта, и, собственно говоря, отношение к этой работе. А в целом хочу сказать, что думаю, что через какое-то время мы все придем все равно к муниципальному автотранспорту. Потому что автотранспорт должен быть, на мой взгляд, городским, точно так же, как это и горлик транс, связанный с троллейбусами, с трамваями на территории Саратова. Потому что в целом это социальные обязательства, за которые отвечает государство, муниципалитет. И очень тяжело, когда перевозку осуществляет какой-то нерадивый перевозчик, а ответственность за это несет муниципальная власть. Поэтому здесь эта структура будет меняться, и меняться будет в ближайшее время.